Русские украинцы. О гражданской позиции и национальности. 12 сентября в Киеве прошло беспрецедентное историческое событие – инаугурация старейшины эрзианского народа Инязера Эрзиан Мастор. Старейшиной был избран Александр Болькин заочно, а вот символы власти Инязера после принесения присяги передал ему 79-летний Кшуманцянь Пергуш, который 20 лет возглавлял Совет старейшин и прибыл в Украину из Мордовии, несмотря на угрозы со стороны российских спецслужб ему и его семье. Итак, я приветствую Александра Болькина, вернее Инязера Сиресьбаляэнь в нашей студии. И начну с того, что, во-первых, поздравлю вас от всех наших слушателей с такой, ну, почётной и довольно сложной новой ипостасью в вашей жизни. Это во-первых. А во-вторых, хотелось бы поговорить обо всём по порядку. Сначала о выборах, а потом немножко поговорим об инаугурации, потому что проходила она в условиях секретности. Вы место долго не оглашали, и понятно почему, вернее, если непонятно, то вы объясните почему. Ну, во-первых, я должна сказать, прежде чем вы будете рассказывать о этих выборах, что ваше избрание Инязором вызвало практически истерику в Мордовии. Я посмотрела на то, что у вас на Фейсбуке, на вашей страничке вы дали ссылку на один из сайтов, где была опубликована статья. Я её внимательно прочитала и поняла, что автор даже не удосужилась сгладить противоречия в высказываниях своих экспертов. То есть каждый, кто говорил либо «за», либо какой-то более-менее пытался занять нейтральную позицию, не задумывались на том, что они говорят противоречивые вещи совершенно. Я прочитаю цитату. В своей публикации руководитель региональной общественной организации «Рзянь-Вайгель» Евгений Ледяйкин пишет. «Но нам уже объявляют на неких сайтах, кого избрали и кто теперь якобы представляет наш народ во всем мире. Как вам такой поворот? И кто эти избиратели такие уполномоченные?» А тень Эзем – прекрасная традиция, как и весь Раскень-Оскс. Но надо понимать, что выбирать на нём можно только Инязора, полномочного, за проведение, внимание, церемониальной части очередного праздника, не более. Конечно, если мы не будем считать, что на дворе 17 век. «Наша общая задача – в сохранении удивительного праздника, в недопущении к манипулированию им враждебным для нашей страны, а значит, и для нашего народа силами. Верить в то, что за границей нам поможет – полное слабоумие, если не предательство». Это я цитирую всю статью, не только высказывание этого Ледяйкина, да? Тем временем новостной сайт «Идель Реали» сообщал. В субботу, 13 июля в Мордовии, проходил праздник Раскень-Оскс – родовые моления арзианского народа. Его участники избрали соучредителя организации «Свободный идель Урал» Сиреся Боляень Александра Болькина в качестве инназора, главного старейшина арзианского народа. Об этом сообщили в СИУ. Информацию подтвердили слагающие полномочия инназора Хшуманцян-Пиргуш Григорий Мусалев, а также участники мероприятия, которые предпочли остаться неназванными. Новые инназера поддержали 12 из 18 старейших. В общем, вы шуму наделали на родине очень много, вы переполошили верноподданных, причем не только в России, но и в Эстонии. Всего я цитировать не буду из этой статьи, но вот это прочитаю. На родине новоиспеченного царя, да, я забыла сказать, что вас царем самопровозглашенным обзывают там, серьезнее восприняли. Какой из него и не озор, возмущается руководитель Мордовского культурного центра Чувашии Владимир Седойкин. Болькин много лет живет в Украине и отошел от нашей действительности. О каком притеснении Эрзиан он все время говорит. Российское руководство дало нам возможность создавать национальные общественные организации, проводить встречи, праздники, организовывать классы в школах. Мало того, подчас представители национальных меньшинств получают больше финансовых преференций. Пока Болькин скачет по Украине и снимает видеоролики, настоящие патриоты эрзианского народа делом занимаются. Да, мы никогда не будем русскими, но при этом являемся россиянами. Любить свою нацию нужно, но не в ущерб другим. Вот так вот проходят выборы. Вот можете подробнее о них рассказать. Что случилось? Случилось следующее. Когда меня обвиняют в чем-то, я могу сказать, что я-то ни при чем. Я был выбран и избран Советом Старейшин 12 голосами из 18, причем не потому, что те четверо были против, а потому, что у них были свои кандидатуры. Это пункт первый. Если говорить по Ледяйкину, по всем сразу, то была дана команда ФАС и быстро. Нужно было быстро, а люди не в теме. И получается, что они вот такие вот противоречия, о которых вы говорили. И при этом, когда человек торопится, он себя сдает. Например, тот же самый Ледяйкин, он же говорит, вот хорошо было бы, чтобы только церемониями занимался Единадзор. То есть жизни эрзианского народа, чтобы не касался. Это мечта. Это мечта Москвы. Это вообще, так я понимаю, что в России вот показать, что существуют коренные народы или малые народы, как угодно их можно называть, надо, чтобы они выходили на праздники в национальных костюмах, пели национальные песни. Что дальше происходит? Нужно, чтобы они делали картинку. Картинку, да, чтобы должна была быть картинка. Что касается Чуваши Седойкина, извиняюсь, эрзианина из Чуваши Седойкина, он тоже себя сдает, потому что у него во главе угла финансовой преференции. Есть еще одна представительница, Раиса Климова из Эстонии говорит, что как же так? Вот он не въездной в Российскую Федерацию, его избирают. Я хочу спросить ее, уважаемая Лариса, откуда ты это знаешь? Потому что нигде не опубликовано, что я не въездной, где нет публичной информации. Может быть, товарищ майор вам доложил об этом, или может быть, вы как-то участвуете в этом деле. Власть, российская власть на сегодня, московская власть на сегодня, я бы сказал, между оживлением эрзианского движения, эрзианского народа, выбрала себе подготовку к пышным похоронам эрзианского народа. Посмотрите, какие деньги выделяются на то, чтобы праздновать, праздновать. Причем праздновать не важно, что. Например, в 2011 году отпраздновали тысячелетие воссоединения мордовского народа с российскими народами. Да, но мы уже в прошлой программе говорили о том, что мордовского народа не существует. Во-первых, бюджет того праздника был в конечном итоге 30 миллиардов рублей. Во-вторых, если взять 2011 год, с кем там было бы воссоединяться, если набрать в Википедию, гуглить этот год, то там что-то там саксонский герцог делает, что-то там делают арабы, взяли пизу. Там нет никаких упоминаний о России. То есть придуманное понятно, но для этого выделяются большие деньги, большие гуляния. Ну что тебе еще надо? Ну ты смотри, тебе можно общество создавать, тебе можно классы создавать, которые ты не создаешь. Тебе можно что-то еще делать, но нужно, чтобы ты не отвлекался, как в том грустном анекдоте про тещу, то есть не отвлекайся, давай умирай, умирай потихонечку. Что такое было избрание старейшинами? Вот Пергуш сказал в своем вступлении на инаугурации, что это был акт отчаяния. То есть это был акт отчаяния, потому что никто уже не слышит Эрзиану. Да ладно, перестаньте. И тут произошло за день до этого сожжение, самосожжение. Да-да-да, мы об этом еще поговорим. Это показатель того, что не все так хорошо, как они показывали. И еще бы такую фразу привел Энезора Пергужа, когда он говорит, что не услышали меня из Саранска, услышите меня из Киева. Надежда была на то, Эрзиан, что здесь больше возможностей, нет давления власти, нет зависимости от власти, и можно говорить правду. Меня не пугают абсолютно эти статьи, когда-то я переживался, я сейчас смеюсь, потому что, во-первых, они делают рекламу, а во-вторых, на нашей стороне, правда, нам не нужно ничего придумывать. Мы говорим как есть, а им нужно каждый раз придумывать. Сегодня я убиваю детей на Донбассе, завтра я насилую, групповое изнасилование женщины на Донбассе такие идут, там пишут. Значит, сегодня... Нет, вы фашисты, бандеровицы, это даже я не говорю об этом. Должен провериться на предмет СПИДа. Да-да-да. Что завтра? Ну, съел ребёнка, дальше что? То есть это всё иссякнет, а мы будем делать своё дело, работать, и мы знаем, что делать. Даже интересно, что вот на сайте, там, под статьёй, я когда вниз опустилась, там есть комментарии. Я не увидела там их мало, но тем не менее, даже в этом малом количестве комментариев я не увидела ни одного поддерживающего его комментария по сути этой статьи. Что вот какое безобразие избрали не весть кого, не весть где. То есть эта статья, вместо того, чтобы вызвать возмущение, да, общественности, оно вызвало какую-то поддержку даже там, потому что люди, живущие там, вот в Саранске, да, или вообще на территории Мортовии, кто считает себя Эрзи, ну, может быть, даже боится об этом слуг схазать, они понимают, что, наверное, какое-то движение хотя бы из-за границы теперь уже, да, начнёт как-то восстанавливать справедливость, да, и что-то будет меняться, потому что меня зацепила эта фраза «организовать классы в школах». Почему зацепила? Потому что в прошлый раз вы рассказывали о том, что Эрзианский язык преподаёт хочешь ходи, хочешь не ходи, хочешь преподавай, хочешь не преподавай, а при этом декларируется, что он преподаётся в школах. — Эрзианский язык, как и татарский, как и чувашский, есть в государстве язык согласно конституции этих республик. — В том числе и удмуртский. — Да, в чём лукавство? Вот в этом году, в год, когда ввели вот это обучение, уволилось, по-моему, полторы или две тысячи татарских преподавателей татарского языка. То есть искусственно делается ситуация, когда тебе не выгодно быть учителем родного языка, потому что нет нагрузки, тебе нужно зарабатывать деньги. А потом, говорят, что-то никому не нужно, на нём никто не говорит, и причём ещё нужно вот такую тонкость учитывать, что школы-то разные, районы регионы разные. Есть татарское село, например, есть русское село, есть ирзианское село. Где оно так изучается? В городе оно практически не изучается. Пару классов для показухи, где преподаватель, какая-то у него методика есть, это можно снять, прийти, посмотреть, сделать мастер-класс. А дети-то говорят по-рзиански, надо просто вместо того, чтобы на камеру говорить два слова, «Давайте поговорим с ребёнком», ситуация катастрофическая, потому что мы делаем новости, у нас группа называется «Эрзианивал», «Разианское слово», есть копию создали в этом году, видеоновости, тоже называется «Эрзианивал», мы очень рады этому. Но как сам себя выпорол, как в той истории, мы смотрим эту передачу, новости, и они берут интервью у людей нерядовых, это учителя ирзианского языка, это какие-то чиновники, это какие-то… Ну, они же уже не говорят по-эрзиански. Это копию сделали в Саранске, да? Что-что? Копию вот этого вашего «Эрзианивал» сделали в Саранске. Не копию, это отдельный проект, это видеопроект, это здорово, это молодцы, это они молодцы, но просто они показывают, как разговаривают люди в сёлах, они не говорят уже по-эрзиански. Так вот, этот эрзианский язык предусматривается, должен преподаваться в эрзианских школах, классах, ну, а где? В районах не преподается, вот в сёлах где-то ещё преподается. Ну, один раз в неделю-то мало. Ну да, и делается, наверное, всё для того, чтобы он нигде не применялся. Соответственно, возникает вопрос, зачем его учить, если он нигде не нужен. И вот тут можно провести параллели, что в советское время такое происходило с украинским языком. В Украине, ну, в Киеве, я приведу пример, в Киеве, я шла в школу в 69-м году, в Киеве, в столице Украины, было пять украинских школ. В одной из них я училась. Пять. На весь большой город Киев. И преподаватели украинского языка вынуждены были переквалифицироваться в преподавателей русского языка и литературы, потому что их даже экономически к этому стимулировали. Они получали больше зарплату, чем преподаватели украинского языка. Методика осталась та же самая. Вот. Это такое советское разделение. А вы цитируете просто их, что, а зачем эрзианский язык? Он же не нужен. Он же нигде не нужен. Вот тогда надо русский. Ну, мы говорим, давайте английский учить, давайте не будем русский учить. Всё дело в том, что веками создавалось отношение, формировалось отношение населения вот к этим народам, к малым, сверху. То есть, вот такое уничижительное. Да что они там, да? И теперь, когда говорят, когда ты говоришь, но не учатся, не изучают язык. Ну, вроде, ну и что? Нет равноправия. Давайте представим наоборот, что в Мордовии русский язык изучается раз в неделю и не обязателен. Что в Мордовии всё на эрзианском. Ну, вы знаете, вот эти вот доморощенные шовинисты, я думаю, стали бы возмущаться такой ситуацией. А то, что это касается эрзиан, да ничего страшного. Если взять даже вот 50-70 лет назад, посмотреть журналы, газеты, их было масса, люди говорили, разговаривали. Пели песни, я ещё помню в детстве, ты идёшь там в каком-то возрасте мелком из клуба, и ты слышишь, как поют песни на эрзианском. Сейчас никто не поёт, не знают слов. И не понимают, соответственно. И многие не понимают. Когда я говорю, меня обвиняют в том, что ты как-то говоришь так. Или даже был случай, когда я приехал туда, в Мордовию, домой, и говорил с одноклассником, и он мне говорит, да ты говоришь как эрзианский националист. Ух ты! Я говорил просто по-эрзиански. Но когда мы были маленькие, мы с ним разговаривали на эрзианском одинаково. Просто за это время он нахватался русизмом практически очень много. Но это вообще тема отдельного разговора, почему мы хотим уходить от кириллицы. Потому что создалась ситуация, когда мы уже настолько не знаем эрзианский и настолько знаем русский, что мы пытаемся вот эти лексические конструкции русские впихнуть в родной язык эрзианский. А они разные. Они вообще разные. То есть это разная логика, абсолютно разный подход, другая языковая группа. Ну да, это финно-угрская группа. И отсюда появляется что, бу, союз и вместо нашего, да и много-много вещей, которые забываются эрзианские, там есть депричастные обороты специальные, там, например, депричастные обороты цели, депричастия цели, которые позволяют коротко сказать о том, о чём на русском надо говорить длинно. Я напомню нашим слушателям, что Александр Булькин родился в Саранске, в столице Мордовии, в семье, где мама была русская, а папа эрзи. И бабушка, по-моему, да, с вами говорила только на эрзианском. Бабушка вообще не говорила, вы мне рассказывали. Бабушка русский. Вообще не говорила, да. Но долгие годы в советское время он не осознавал себя как эрзи, и был как все. Учился, стал военным, потом служба привела его в Украину, и была очень важная встреча. Мы в прошлой программе об этом говорили. Короткая такая знаковая встреча с Вячеславом Черноволом. И я жил в Украине, общался с людьми. Наверное, я тоже менялся, потому что бытие определяет сознание, как говорил, классик. Классик, да. И поэтому с Черноволом я встретился, это 91-92 год, где-то так было. К тому времени я уже осознавал себя как эрзи, во-первых. Но и всю жизнь я знал, что я не русский. Я знал, то есть одно время все называли нас Мордва, Мордвин, это такое прозвище, и я не воспринимал его в детстве как что-то обидное. То есть это потом... Я видел, что многие относятся к этому слову негативно, но сам я нормально к этому относился. Ну вы тогда не понимали, да, собственно, почему? Ну просто мне говорили всегда, это писалось везде, то есть в книгах, в газетах. Ну и республика целая так называется. Республика целая, пока я не знал, не узнал историю возникновения самой этой Мордовской республики, откуда взялось это слово. И поэтому, когда я встретился, состоялась эта встреча, это было не специально, я не знал, кто он такой, но действительно это был такой вот, скажем так, знаковый такой момент, который заставил меня задуматься. То есть это практически... У меня же были совершенно коммунистические мировоззрения. Я знал, что бандеровцы это плохо, что вот национализм это не совсем хорошо, что-то тут не так. А потом тебе простыми словами говорят какие-то вещи, которые... Я думаю, он был очень мудрый человек, очень мудрый человек. Потому что услышать в моей русской речи, вот сегодня я говорю точно так же, я так думаю, он услышал акцент. То есть он услышал, что вы не русский. Меня это сразу... Да, а лагеря, в которых он как раз в Мордовии находился, они видно вот на ухо... Вот мы не знали этого, мы не знали. И когда у нас было счастливое детство, совершенно недалеко от нас томились и Стус, Василий Стус, то есть украинские националисты, другие хорошие люди, и русские в том числе. Но вы тогда охраняли от сноса памятник Ленин. Нет, нет, это нас попросил преподаватель помочь социалистам. Это был такой Александр Морозович, он и сейчас есть. Да, да. Поохранять плакат, который они написали. На плакате было написано «Володимиру Ильичу, просто ты нас». Ага. Да, причем они сразу ушли. Они наоборот, да. Они ушли, и все. А вы остались. Вот, и мы должны были охранять. Со мной было еще три человека, такие крепкие ребята. Вот, это было два татарина и один белорус. Охраняли плакат над надписью на украинском. На это я обратил внимание Вячеслав Черновос. Спросил, а почему же не написали на ерзианском, на белорусском, на татарском? Мы говорим, да тут были вот два еще социалиста местных, куда-то убирали. И вы тогда вот с ним поговорили. Сегодня же я хочу, чтобы мы поговорили о другом. Поговорили о культуре и языке коренных народов России, которые, собственно, России показывают жизнь и не нужны. Я вспоминаю статью Пианковского, я читала, и он там написал такую фразу, а она все время у меня вот в голове сидит. Вот каждый раз, когда вопрос заходит о каком-то национальном самоопределении народов, о желании народа, неважно каких, сохраняя свою культуру и язык, я вспоминаю эту фразу, что русские любят всех. Только одно условие, они должны говорить на русском языке. Любой народ им подходит, но только на русском языке. Сейчас это происходит, вот мы смотрим в Крыму, когда декларируется, что в Крыму изучаются три языка, украинский, русский и крымско-татарский. На самом деле нет ни украинского, ни крымско-татарского. Только дома, если есть носитель языка. То же самое, мы смотрим, происходит в России. И вы уже упомянули об этом. Вот за два дня до вашей наигурации удмуртский ученый Альберт Разин совершил самосожжение возле здания Госсовета Удмуртии в знак протеста против политики русификации. Это ужасное событие, это трагическое событие, всколыхнуло украинское общество. И я хочу процитировать писательницу и философа Оксану Забушка. Она написала несколько горьких таких постов. Вот один из ее постов я процитирую на украинском языке. Еще про самоспалення постскриптум. Боюсь, нам із нашим припаскудним знанням справжньої історії СРСР погано видно історичний контекст вчинку удмуртського вченого. Нагадаю, що від 1968 року, коли після окупації Чехословаччини, стало ясно, що всі надії на десталінізацію скінчилися і імперія знов зімкнула щелепи, поневоленими країнами Східної Європи прокотилася ціла хвиля самоспалень. Сутінки СРСР, які сучасним росіянам здаються щасливою дубою, порівняно з тим, що вони мають нині, для колоній осяяні вогнем живых смолоскипів із запахом горілого м'яса. Тут идет перечінь імен. Начиная з 1968 року, скільки чоловік сябя сожгли. Среді них – це і поляки, і українці, і чехи, і венгри. Напомню нашим слушателям, що кроме известного Василя Макуха, наприклад, який зжег в себе в 1968 році, був ще Олексій Гірник, це январь 1978 року. В Криму був в іюні 1978 року Муса Мамут. Посліднього, кого він називає, це март 1980 року, Валентін Баделяк, Польща. Самоспалення Альберта Разіна, на моє переконання, слід розглядати саме в цьому контексті. Він протестував проти прийнятого торік у Росії федерального закону, який звільняє жителів суб'єктів федерації від обов'язкового вивчення місцевих неросійських мов. РФ і тут йде слід у слід за СРСР. По тій самій второваній похилій і кінець цієї імперії напіврозпаду, теж буде таким самим. Питання тільки в термінах. Але от якраз від тих країн, котрі піввіку тому прийшли через це страшне очищення вогнем у боротьбі за свою ідентичність, у тому числі й від України, мали б надійти сьогодні одмуртському народу і всім іншим поневоленим народам РФ слова підтримки і жести солідарності, наприклад, апеляція до міжнародних правозахисних організацій із закликом до РФ припинити політику винародовлення тощо. Якщо ми промовчимо, вийдеще від своїх власних живих смолосхипів піввікової давності, ми нічого не зрозуміли і нічому не навчилися. От як ви можете це прокомментирувати, тому що це горькі слова. Я б сначала хотів сказати следуючого. Коли ми говоримо «Россія», ми допомагаємо Москве внушати людям, що це щось одно велике і могуче. «Россія» – це Російська Федерація, і все зразу міняється. Це федерація многих-многих народів, і ці народи повинні як-то учитываться. Що касається Альберта Райзина, я не знав її лично. Він був в 2016 році у нас на Раскенівськ, на Малині, приїжджав з дочерю. Є фотографії його приїзду. І по духу ми дуже близькі, я почитав його статті, то є взгляди, це не скромно к славі чоловіка, але взгляди дуже схожі у нас. Коєкто говорить, що це психічно больно, сумасшедший какой-то старик, що це слабо, самоубийство, нічого подобного. Це дуже мужестіний поступок, бойцовський поступок. Йому 79 років. Це жертвоприношення. Все, що він зробив, все даром. Т.е. він нічого не добився від власи, і добиватися від власи, яка саме устраєт геноцид языковой, ну, було б... Ну, він делав все, що мог. І це була последня його можливість обрати увагу на міжнародну об'общественность, всього народу. І, можливо, там робкає надежда, що тот з власи на це зреагує. Він зжег себе. Він практично наступив на мину, яка угрожала всім, і закрив собою ДОТ своїм телом. Вот так я розсматриваю поступок. Ну, в России, кстати, його поступок вообще как-то сделали вид, що його і не було. Да, запрещають распространять, запрещають комментировать. Це є. Т.е. я знаю, що... Вони пытаються це, ну, якби свісти на нерв. Якщо вас із-за границей оттуда, а можна спокойно назвати фашистом і бандеровцем, то легко назвати человека, которого вже немає в живых, сумасшедшим, да, или больным стариком. Ну, це дуже распространено спосіб, коли ти не хочеш говорити о сути, почему і як. Нужно взяти человека, який це зробив і сказав, і обвинить во всіх там смертних грехах, о которых сам же і придумав. Можна ли говорить, що ситуація з удмуртським языком така ж, як і з ірзянським? І вот, якщо глобально смотреть, які відповіди для Удмуртиї буде мати ця страшна жертва ученого? Я думаю, що положення ірзянського языка хуже, ніж у удмуртського. Почему? Це моє суб'єктное меню. Ну, просто учитывая количество говорящих ще о каких-то движениях. Ну, що більше... У них в селах більше говорят на родному языке. Що у нас лучше? У нас в якому-то смыслі лучше то, що ми сохранили, ну, не ми, а вот благодаря тому саму Пергужу, ну, я не видяц, у нас є Евгений Четвергов, Евгений Владимирович Четвергов, сейчас там робота Татьяна Ларина, ми сохранили газету «Юрзянемастер», в которой він печатався. В Удмуртиї він напечатався нигде не мог. Як натосерді у дмуртський народ? В любому народі є як украінське провіднаверство, то есть ведущий слой какой-то. Я думаю, що вони сделають виводи, це вызове оживлення. Я думаю, що не напрасно, це жертва. Це повлияється на інші народи, окружаючі Чувашу, і на ірзянський народ теж. Це показатель того, що це важно для людей і для всього народу. Кстати, по поводу того, що написала Забушка, о том, що в Україні і во всім міре вона призывает обращаться в міжнародні організації. Я хочу напомнить, що в цій же статьі, о которой я упомінала сьогодні, на одному з мордовських сайтів, де вас шельмують і називають і фашистом, і бандеровцем, спомнили о том, що ви обращались к Верховному комісару ОБСЕ по делам національних меншинств Ламберту Заньеру з просьбою помочь ерзянам установити пам'ятник своєму національному герою Пургазу в Саранскі. Але якби на ваші призыви посодействовать развитию культуры і языка, ерзи правозащитник Заньер не отреагував. Так ли це? Так, пока нет. Пока не отреагував. Але обращення це було. Да, безусловно. Ми обещали властям Мордовії, що ми будемо це робити. Ми і далі будемо це робити. Я просто не можу сейчас говорити, що будемо делать дальше, але ми не остановились, ми будемо добиватися цього. Я думаю, що, навіть, кроме Заньера, є смысл обратися і в ООН, тому що защита народів, населяющих любую територію, це якби дело Організацій об'єднанних націй. Безусловно. Тобі такі шаги ви тож будете приймати? Будемо обращатися. Ми готовимося. обращення. Оно практично готово. Нужно записати об'открицій гімназії в Саранскі-Ярзянській, тому що всі ці разговори, пісні, пляскі, вони нічого не дають. Вобщо статус государственного языка предусматриває, що хоча б до 4-го класа йде об'учення на родному языкі. Должна бути гімназія, щоб формувалася елита нації. Должна бути хоча б одно высші учебне заведення, де все преподавається на Ярзянському, тоді язик не пропадає, він живет. А коли просто бытові разговори, як вони кажуть, а пусть вдома. Дома ребінок в наше время буває 2-3 часа, утром полтора і вечером полтора. А все остальное в речі он в соціумі, школа, вулиця. Це робиться абсолютно сознательно. Я напомню, що сьогодні моїм гостем був вже тепер, можна сказати, інізір ерзянського народу, Сиресь Баліень, а ми його знаємо, як Александра Болькина, ерзянський поєт, глава об'общества Ерзі в Україні, Ерзіанвал, ерзянське слово, ісооснователь общественного движения «Свободний едель-Урал», подполковник ВСУ, «Участник Российско-Украинской войны». Продолжение нашего разговора слушайте завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова